Добрый вечер, дорогие друзья! Энергия. Что это такое? Энергия. Физические какие-то проявления материального мира, его константы, или тонкоплановые явления бытия. Конечно же, и то, и другое. Но энергия проявляется повсюду в весьма загадочных формах и весьма таинственных взаимодействиях. Например, как взаимосвязаны между собой чайные церемонии, к примеру, китайская, и искусство управления энергией цигун. Сегодня мы с вами это узнаем от гостя передачи «Избранный» интересного человека, специалиста в области китайской чайной церемонии и энергетических практик цигун Соляника Мейера. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, вот чайная церемония, а почему китайская, а почему не японская? Ну, на самом деле, японская чайная церемония – это взятая 800 лет назад из китайской чайной церемонии. Это плагиат везде. Китайцы были заранее, да. Все думают, что китайцы плагиатские были заранее. Родина чая – это Китай. Родина чая – это провинция Юнань, причем это большие деревья и не кусты даже. Кустами чай стал гораздо позже, когда его выращивать начали уже культивировать на севере Китая. На самом деле, надо понимать, что чай – это, ну, для начала, это растение Камелия синентис, есть Камелия самик. Чай может быть белым, зеленым, желтым, красным, улуном и черным, тот, который является на самом деле черным. Улун – это бирюзовый чай, да? Это бирюзовый чай, совершенно верно. То, что мы привыкли называть черным чаем по классификации – это красный чай. Надо знать немного биохимию, надо знать сорта чая, и тогда очень легко управлять как своим состоянием, так и своим здоровьем. Чаем очень легко можно поправить свое здоровье, и также можно навредить. Скажем, у рассыпного чая срок жизни не более года. Биохимия… Не рассыпайтесь в чай, Антон. И состав листа, он таков, что через год он становится пустой. На самом деле, это уже становится бесполезным продуктом, который еще, может быть, имеет какой-то вкус или легкий аромат, но ничего больше. Вот в течение года чайный лист, он имеет возможность хранить, хранить себе вот этот весь биохимический состав и его выделять. Но при том условии, что мы его правильно завариваем. А что же делать? Доверять сроку хранения, указанному на этикетке? Надо уметь разбираться. Ну, для начала, особенно если вы будете в Китае, а в Китае это вообще процесс покупки, приобретения чая, это, я бы сказал, это театр. Для начала вы подходите к продавцу и смотрите ему в глаза. Но не так пристально и нагло, а вот с такой вот любовью. Далее выбираете чай, который вам понравился. Он вам насыпает вот в такую вот чашу, которая называется ЧАХЭ, чаша для вдыхания аромата. Ваша задача – внимательно посмотреть на чаинки. Что-то похоже на гадание на кофейные гуси сейчас. Да, да. Что-то на чаинки посмотрели. То есть возьмем мы качественный чай или возьмем мы некачественный чай, это вот зависит как раз от этого. Мы посмотрели на чаинки, мы видим, что здесь нету практически чайной пыли, ну, то есть лист достаточно свежий. Много, вот здесь вот достаточно, мы видим много золотых почек. Далее мы берем одну чаинку и сильно ее надавливаем. Сильно надавливаем и смотрим. Если она раскрошилась прям в труху, то это некачественный старый чай, такой брать нельзя. Ну, чтобы вы знали, хороший чай свежего урожая будет стоить порядка 400 долларов за килограмм и выше. Через год его стоимость будет около 7 долларов за килограмм. Через два он будет стоить, ну, совсем-совсем немного, и вот тогда чаще всего его покупают. И без уткнал. Ароматизируют чем угодно, химическими ароматизаторами, усилителями вкуса и везут сюда. Поэтому такая большая просьба и рекомендация, не пейте ароматизированные сорта чай. Вот, далее вы, значит, надавили на чаинку, посмотрели, еще раз посмотрели, и обязательно снова продавцу в глаза. А он такой, давай... Да, да, да. После этого вы подносите близко к носу, выдыхаете своим дыханием, согреваете его и вдыхаете обратно. Вот этот вообще необходимый такой процесс не только даже при покупке чая, а при любом процессе приготовления чая. А, я думаю, при любой покупке, там, обуви, там, ну, естественно. Ну, тоже бывает немаловажно, особенно в обуви. Вот, и при каждом вдохе и выдохе он начинает раскрывать свой аромат. Он все более и более раскрывает. Если вы открываете пачку, и вам в нос бьет яркий аромат молочного улуна, я не знаю, там, фруктов и так далее, то, как правило, это, ну, практически 100% это ароматизированный искусственно чай. Очень важно знать, что чай – растение, которое проникает глубоко в клетку. И он за собой тянет вот эти вот все химические добавки. Мембрана пропускает чай, который за собой это все тянет. Поэтому это не полезно. Таким образом, чаем мы зашлыковываем себя. Но если мы его правильно готовим, если мы выбираем лучший чай, хороший детокс нам обеспечен. Плюс хорошее настроение, тонус и так далее. Есть ли у нас в стране вот все-таки нормальный чай? Или его следует покупать, где-то выезжая в Китай, в Таиланд, около чайных плантаций? Или рвать самому? Вы знаете, может быть, благодаря вот этому, о том, о чем вы сейчас спросили, я и пришел к чаю. Потому что мне всегда хотелось хорошего, качественного чая, и я его не мог найти. После этого я начал изучать эту культуру. Ну, хотя, на самом деле, первые познания, они получились очень весьма интересными. Это было в Китае. И тогда я начал возить этот чай сюда, чтобы пить самому. Как раз самое время вам поучиться, как правильно распознавать чай. Ну, Кантон, давай. Это всегда делается все по часовой стрелке. А, хорошо, давайте. Вот именно с этой стороны. Да, когда мы передаем, обязательно двумя руками и принимаем двумя руками. Так, двумя руками. При этом смотрим в глаза друг к другу. В глаза, в маэру, в маэру, в маэру, в маэру, в маэру. Да, обязательно в глаза. То есть это передача, это посыл. Хорошо. Не жулик? Нет, не жулик. Так, рассматривай теперь золотые. Да, посмотрели. Эти есть. И вот я продавец, я продавец, я уже напрягаюсь. Так, я вот беру. Я вижу профессионала. Мы его не прокручиваем, а мы очень сильно надавливаем. Вот жимаем, жимаем прям хорошо. После этого нюхаем. После этого мы смотрим, вы смотрите мне. А, еще раз посмотрите. Да, я чувствую себя уже не очень. Смотрите, я нашел. Ближе, ближе. То есть я должен видеть, что вы действительно изучаете аромат чая. Выдыхайте, выдыхайте носом на чай. Сюда же? Да, и вдыхайте обратно. Чай, кстати, очень мощный антисептик. Поэтому сейчас, когда он пойдет... У меня сразу ангина прошла, слушайте. Она пройдет у вас после третьей чашки. А, вот она. То есть после второй воспаления легких. После первой. После третьей. И обратно смотрю на продавца. Ну, так вот. Уже не обязательно. Так вот вскользь. Да. Типа я запомнил, да? Передаю. Теперь, теперь вы разворачиваете. Извините. Да. Я не ту сторону пошел. И смотрите в глаза при этом. Ну, я не знаю. Я ему уже заранее не доверяю. Конечно. Я ему ничем не доверяю. Это не мой чай, так что можно доверить. Он не может никак дописать стихи для нашего общего сборника стихов, который, кстати, в юбилейный десятый мой лично в этом году. Так совпало, что это наш совместный. Называется... Видите, как сошлось. Двойная сплошная. Двойная сплошная. Где стихи? После чая сразу. После четвертой этой кружки пойдет. Стихотворный прохиндей. Прохиндей. Подождите, надо в глаза посмотреть. Сейчас я вам посмотрю в глаза. Посмотрите в глаза. После этого дела надо посмотреть, что там у меня. Ты почему глаза отвел? А, нет. Продолжение. А вы очень долго смотрите в глаза. Тут уже вызывают подозрения. Не жулик ли вы? Да. Крюшин, да вы чайный жулик. Конечно. Высшего пилотажа. Жулики. Кстати, чем больше золотых почек, тем чай приравнивается к премиум классам. Ничего в прах не рассыпалось. Не рассыпалось. Все очень плотно. Не резиновый чай вы мне подсунули? Нет, нет, все нормально. Нет, да? Но я напрягаюсь. Вдохните, вдохните его аромат. Выдыхаете, согреваете его дыханием и вдыхаете обратно. На третьем, четвертом вдохе и выдохе он начнет раскрываться. Ой, какая красота. Давайте продолжим. Я уже поплыла. Плыла. Уже все пошло. Да, да. Ловите меня, ребята. Представьте, там все приходят в эту лавку, и там раз по 500. В Китае только так, и вы приходите за чаем, вы не уйдете, не попробовав этот чай. Это обязательно. Да. Кстати, мы говорили о стихах. Изначально чай в Китае – это медицинское растение. Растение, которое использовалось в медицине. Позже это стало социально-культурным аспектом, потому что за чаем рождались вот эти великие трактаты, даудэцин и все остальное. Очень, кстати, было модно выходить в горы, брать с собой чай, приглашать с собой чайного мастера, прекрасных девиц, которые… Да, куда же без них. Там можно и без чая быть. Без чая нельзя, тогда на трактаты не родятся. Традиция, как же так. Да, да. И прекрасные девицы играли на гуцине, услаждали слух. Чай обострял органы чувств. И за чаем всегда рождались вот эти вот разговоры, переходящие в трактаты. А вообще, какая суть, мейер, китайской чайной церемонии? Ну, если соотносить с японской, все-таки меня больше как-то уклоняет сейчас японскую тему, вот я вспоминаю искусство экибаны, да? Ведь искусство экибаны – это искусство отражения в букете, в этой композиции, в этой гармонии, гармонии мироздания. Смысла бытия, конструкции мира, небо, земля, душа, путь, все прочее. По-моему, в чайной церемонии то же самое. Как минимум, это чайная церемония, путь, постижение гармонии мироздания – это же форма медитации, нет? Совершенно верно. Причем, чайная церемония в китайском языке нет такого слова, есть чайное действие. Церемония, она появилась у японцев, когда они переняли культуру чаепития в Китае, и по сей день ее оттачивают. В китайской традиции чайная культура, она видоизменялась с приходом новой династии. Когда пришли манжуры, они сказали, что не бывать рассыпному чаю, да будет прессованный чай. И вот таким образом, в ту же самую, допустим, династию Цинь появилось очень много рассыпного чая, который породил и фарфор, и вот вы видите специальный глиняный чайник. Это очень особая глина с города Иссин. Пока еще на земле нигде не нашли подобный материал. По сути, это камень, который добывается на глубине около 150 метров, дробится в мелкую фракцию и около 5-7 лет квасится в воде. После этого это становится пластичным материалом, из которого молоточком выбивают вот эту форму. За счет этого меняется молекулярная структура, и чай практически там не портится. Чайное действие Это очень мощный инструмент, который, кстати, сейчас используют в современной психологии даже. Инструмент, позволяющий направить наше внимание во внутрь себя. Современная социальная жизнь, она заставляет нас постоянно мыслями находиться не здесь и не сейчас. Мы можем сидеть дома, думать о работе. Мы можем сидеть на работе, думать о каких-то совершенно других делах. И это происходит ровно столько, сколько мы находимся в состоянии бодрости. Чайная церемония, она позволяет вначале обратить наше внимание на то, что происходит здесь. Это достаточно интересный процесс, требующий внимания. Потому что если ты где-то ошибся, то не получится чай, он будет невкусным. Разольешь, обожжешься и так далее, и так далее. Следующий момент – это изучение аромата. То есть здесь будут задействованы все органы чувств. Изучение аромата, который начинает с каждой последующей заваркой кардинально меняться. И чтобы уловить вот эту разницу, нам надо достаточно хорошо потренироваться. Следующий момент – изучение вкуса. А далее – своих собственных состояний. Почему? Потому что становится легче дышать. Считается, что первая чашка попадает в меридиан легких. После этого становится легче дышать, легче коммуницировать. Ну и вообще вот в процессе тех же самых переговоров достигается результат гораздо выше, когда подают правильно подобранный чай. Давайте решим какой-нибудь вопрос. Сейчас кому-нибудь контракт, пока будем писать. Кстати, китайцы очень-очень интересно подходят к этому делу. Они практически не подают кофе и подают определенные сорта чая. И когда две стороны не совсем в таком, скажем, состоянии, чтобы договориться, чай способствует вот этой вот расслабленности и в тот же момент концентрации внимания. Кстати, кофе и чай. Я сам иногда люблю выпить чашечку хорошего кофе, но я точно знаю, что когда нужно принять важное решение, вот в этот момент я кофе пить не буду. Почему? Потому что резкий удар по центральной нервной системе кофеина, он как раз вызовет не совсем обдуманную реакцию. Итак, для начала мы прогреваем чайник. Это обязательный момент. Интересно, сейчас будет светливый чай? Выскочите из стулья, побежите писать стихи. Побежал. В горы. Чайник. К прекрасным девам. К царице. К прекрасной девице. К девице. Девы. Мы прогрели чайник и сливаем в отдельный сосуд. Вот этот отдельный сосуд называется чаш справедливости, чахай. Почему чаш справедливости? В чайном доме все равны, и императоры его поданы. Нету ни статуса, нету ни важности. Пришли, у японцев оставляют мечи, у китайцев есть вот такой вот инструмент, как чаша справедливости. Кстати, в современных чайных домах оставляют телефоны на фоне. Господи, вот так еще сказали, у японцев оставляют мечи. Весь Китай пошел, к японцу мечи оставил и прижил. Вот я прогрел чайник. Мы уже все вдохнули аромат. Кстати, во всем этом действии есть двойной аспект. Есть мистический и есть практический. Я по ходу действия буду рассказывать. Вот этот вот момент вдыхания аромата, который мы уже с вами совершили, он также имеет двойной аспект. Первый. Выдыхая чай, мы как бы отдаем ему свою энергию. Это мистический аспект. И когда мы его начинаем заваривать, это все структурируется, и он нам уже отдает совершенно другое состояние. Практически это очень хорошая ароматерапия. И чем вы внимательнее, глубже и спокойнее выдыхаете аромат чая, тем центральная нервная система быстрее приходит в тонус, и как ни парадоксально, она расслабляется. Далее. Далее прогрели чайник. Таким образом, мы сохраняем первую заварку. Я думал, что тут не поместится такой маленький чайник. Чайник заполняется на одну третью. Теперь я заливаю. Вы заливаете не кипящей водой? Конечно. У каждого сорта своя температура воды. То есть у белого чая это не выше 80 градусов. У зеленого чая и желтого 87. У бирюзого, у луны, градусов 90-93. Очень хорошо. Красный чай, он особо неприхотлив. Тоже где-то около 95. Ну, кстати, у нас в Алма-Ате здесь температура закипания 96 градусов. Для чая идеально. Ну, и пуэр, он менее капризный. Я подождал около 40 секунд. Чаще всего это делают три вдоха, три выдоха. Это тоже связано с цигуном. И сливаем в чашу справедливости. Таким образом, мы промываем чайный лист. И вот очень важный момент, который часто озвучивают. Чай вымывает кальций. На самом деле, вымывает кальций – это кофеин, которого предостаточно в чае. Его очень много, даже больше, чем в кофе. И вот посмотрите, я заварил, слил в чашу справедливости, разлил по чашечкам. И вылил этот чай. Мы его не пьем. А что ж такое пить-то вообще? С энергией Митнева тем более. У меня были большие планы на эту чашечку. На самом деле, таким образом смывается кофеин. И я достаточно уже давно пью чай, около 10 лет, 11 лет вернее. И недавно делал очередные анализы. У меня солевой баланс, он просто идти. Поздравляю. Благодарю. Вы смываете кофеин, который растворяется до 70% практически за первые 10 секунд. Плюс мы смываем чайную пыль. Это чайные ворсинки. Все не нужно энергетику. И проливая за вот этим столиком, который называется чабань, мы пространство насыщаем парами. Мистический аспект – это первая заварка. Человек не пьет, он посвящает предкам, богам, духам и так далее. Поэтому каждое действие здесь отточено до миллиметра сознанием дела и пользы. Заливаем чай второй раз. Очень часто задают вопрос. Очень маленький чайник и очень маленькие чашки. Как же мы напьемся чаем? Вы сейчас увидите, каким образом чай заваривается много раз. И при этом постоянно меняет свой вкус и меняет свой аромат. И таким образом нам не хватит этого чайника. Вот как раз время разговора – это время настоя чая. Я его сливаю в чашу справедливости. Если мы делаем струю выше, у нас будет более насыщенный аромат. Если мы делаем струю пониже, у нас будет более насыщенный вкус. Поэтому мы ловим баланс. Как интересно, да? В чайнике не должно оставаться воды. То есть мы должны слить весь чай. Если чай настаивается больше 10 минут, то начинает выделяться не совсем полезное вещество, которое как раз-таки не полезно для сердца. Поэтому зачастую чай не рекомендует пить тем, у кого слабое сердце. Но я абсолютно уверен, что если его заваривать правильно, то никакой нагрузки на сердце нет. Главное – знать свою норму. Если вы опять его вылите, я повешусь. Иногда, когда мы готовим пуэр, его сливают два раза. И дальше мы разливаем по чашечкам. Чем больше проливается чая за чайным столиком, тем лучше очищаются наши мысли. Это гласит поговорка из трактата Лу Юя. Да. То есть мы проливаем чай, пространство насыщается парами. Это уже прямое воздействие на центральную нервную систему. Я прошу вас взять чашечку. Если у кого-то она есть. Она есть еще остатки. С чашечкой берется двумя руками. Вначале мы вдыхаем аромат. И потом, так как нас всегда отучали, с воздухом мы обязательно пьем чай. Почему именно с воздухом? Потому что только так боковые рецепторы языка начинают воспринимать его вкус. И вот этот вот как раз инструмент, чайная церемония, так называемая, это вот изучение аромата. То есть все наше внимание сейчас в аромате. Далее мы пьем чай. И изучаем его вкус. Очень необычный чай. Вы нам принесли мейер. Спасибо. Когда вы допьете чай, вы не отводите чашечку и начинаете дышать впустую. То есть обязательно делаете выдох и обязательно делаете вдох носом. Эфирные масла, они скапливаются на стенках. И таким образом они очень мощно влияют на нас. Китайцы говорят, что чайный дух там, где чая уже нет, он в пустой чаше. То есть сила чая, она больше даже в аромате. Потому что мы выпиваем, делаем глоток чая, он попадает в желудок, начинает усваиваться и только потом как-то там дает нам энергию и состояние. Когда мы вдыхаем аромат, состояние мы получаем сразу. Завариваем чай второй раз. Завариваем чай третий раз, четвертый раз, пятый раз. То есть определенные сорта... Ну и за завтра, в принципе. Определенные сорта завариваются более 10 раз. И чем качественнее чай, тем больше в нем полезных веществ и тем он ярче при заваривании. Есть более тонкие сорта, допустим, белый чай. Ну, кстати, вот если говорить про классификацию чая, белый чай – это чайная почка. Это чайная почка, собранная с макушки ветки и просто подсушенная на солнце. Это самый... Цвет. Это самый... Малоферментированный чайный чай. Практически без ферментации, там не более 3%, за счет чего в нем сохраняется масса изначального, того, что в нем есть. По сути, растение в почку вкладывает всю свою силу. То есть это рост, это прорыв, поэтому почка обладает удивительнейшим составом. И белый чай – это мощнейший антиоксидант. Причем мало какие виды растений выводят стронцы 90 из костей. Белый чай выводит стронцы 90 из костей. Поэтому там, где радиация, белый чай, он просто необходим. Кстати, живя в нашем замечательном городе... Семьбаренск. Да, живем в Алма-Ате, где очень много выхлопных газов, где вот такая перегрузка транспорта, белый чай будет наиполезнейшим. Белый чай, он хорош для стабилизации давления и охлаждения тела в жару. Я разливаю вам чай. Сейчас вы понаблюдайте за вкусом, понаблюдайте за ароматом. Он даже по цвету уже изменился. Он по цвету изменился. Прошу. А я плавно перейду к рассказам о зеленом чае. Зеленый чай – это листики, которые находятся под почкой. Иногда его собирают вместе с почкой и ферментируют. Ферментируют до 7% примерно ферментации, за счет чего у него появляется такой более интересный вкус и более интересный аромат. Далее его обжаривают обязательно, чтобы остановить ферментацию. И уже через месяц он практически готов. А сам процесс ферментации – это что? Держит на открытом воздухе или под солнцем? Ферментация – это процесс окисления, взаимодействия с кислородом. Мы срываем чайный лист, мнем его. Сейчас это делают на машинах специальных. Если чай ручной работает, то делает вручную до сих пор. Мнем его начинает выделять сок. Некоторое время он стоит, ферментируется, окисляется таким образом. И чтобы он совсем не распался, его ферментацию надо остановить, надо обжарить. Обжаривают вручную, в специальных медных котлах. Причем зачастую на дровах фруктовых деревьев, либо китайской сосны и так далее, за счет чего у него невероятный аромат. А теперь это все делают машины? Или все-таки остались? Остались ручные. Но, допустим, сейчас мы с вами пьем чай, это ручной сборки и ручного приготовления. Чай и еда не совсем совместимы. И если вы очень плотно поели вкусного бешпармака, и вы чувствуете тяжесть, не запивайте сразу чаем, подождите 40 минут, попейте чай. Пока не свернется желудок. И ваше пищеварение, обещаю, будет просто замечательным. Дубильные вещества, которые содержатся в чае, они связывают белок, он не усваивается. Поэтому через 40 минут чай можно пить. До еды можно за 20 минут, после еды через 40 минут. Чемкенская провинция утверждает, что чай зародился именно там. А, понятно. Его, наоборот, надо вместе с едой потреблять. Да, потому что оттуда пошла поговорка. Чай не пьешь, откуда силы берешь. Да. Как вы точно подметили, в 50-х годах в районе Чемкента были экспериментальные посадки чая. Вот. Вот, да. Поговорка пошла оттуда. И как? Последствия были потом хорошие? Последствия-то были, но единственное, экономически это невыгодно. В Китае чай собирают 4 раза в год с одного куста, а здесь не всегда получалось собрать даже один раз. Я остановился на зеленом чае. Да. К зеленому чаю нужно быть повнимательнее, потому что зеленым чаем можно понизить давление, зеленым чаем можно повысить давление. То есть это миф, да, что он нормализует? Он может как поднять, так и повысить. А то, нет, считается, миф такой существует, что... Нет, нет, это правда. Пьешь зеленый, и неважно, какое у тебя давление, он тудынц, как экватор. Это правда. Если вы пьете холодный чай, как правило, давление повысится. Холодный зеленый чай. Если теплый и горячий, давление понизится. Если вы заварили очень крепким, то это большая нагрузка на пищевод желудок, кишечник. Если вы его заварили правильно, это просто бесподобный волшебный напиток, который и тонус даст, и давление выровнит, и пищу поможет переварить. Поэтому старайтесь пить хороший, качественный и правильно заваренный чай. Следующий чай – желтый чай. Кстати, про желтый чай есть такая... Это даже не история, это не миф. В Китае буквально до 90-х годов было запрещено вывозить из страны желтый чай. Вплоть до тюремного заключения, если вывозили из страны желтый чай. Что же за сокровище это такое было? Замечательный ароматный чай. Это, по сути, тот же самый зеленый чай с почкой, но там есть особая технология его приготовления. Около 72 часов томиться на специальных углях, причем, когда раскладывают это все на бамбуковых таких циновках, снизу угли специального дерева и определенный слой пепла. И вот человек, который готовит это все, сидит с гусиным перышком и снимает этот пепел, чтобы его не было ни больше, ни меньше. То есть надо выдержать около сантиметра. И все это 72 часа. Подкладывать угольки и так далее. Он долго готовится, но он невероятно вкусный. Шикарная работа. Такой карьерный рост. Рост, да. Разлет творчества. Вы представляете, да, какое у этого человека, у этого специалиста тотальное присутствие в этом моменте. Потому что, если он будет думать о каких-то других делах, как правило, чай сгорит. Ну, там без смены, да? То есть он 72 часа нон-стопом. Сменный, конечно, смены. Я просто поражен, как так? Обязательно они меняются. Это вкусный чай. Это хороший, полезный чай, о котором мало чего известно. А почему именно пепел должен присутствовать? Чтобы не сгорели почки. То есть пепел является неким фильтром, неким барьером. Приглушает лишний жар. Да, совершенно верно. Вообще здорово. И какие свойства? Свойства практически такие же, как у зеленого чая. Только дороже. Только намного дороже. То есть зачем платить больше? За пепло, да? За 72 часа и человека, который машет гусиным перышком. Может, на самом деле ничего особенного. Просто как-то надо поднять цену. Давай посадим. Но он вкусный. Он очень вкусный чай. Я думаю, мы с вами его обязательно попьем в будущем. Ну, мы надеемся, конечно. На следующую передачу я сразу. Следующий чай, следующие сорта по классификации идут бирюзовые сорта. Бирюзовые – это улуны. Это чай, который используется в чайных церемониях. Улуны, то есть их много? Да, улуны – это категория чая, который включает в себя около 300 сортов разных. И улуны используется на чайной церемонии. Вот сегодня у нас, кстати, с вами это даже не чайная церемония, это пинча, когда правильно готовится чай и правильно употребляется. Обычно, когда собираются друзья, ведутся разговоры неспешные, чай заваривается именно таким образом. А чайная церемония – это определенный ритуал. Здесь должны быть знания о том, как, во-первых, себя вести на чайной церемонии, и, во-вторых, немаловажно – это знания цигуна. то есть работы с управлением внимания, сознания и тела. Как-то у вас пролегает взаимосвязь между чаем, церемонией, медитацией, ушу? Вы это облекаете в единую какую-то систему? Философию уже, скажем. Замечательный вопрос. Я так радуюсь прямо этому вопросу, потому что чай имеет свойство объединять людей. Заметьте, когда человек, когда компания собирается, им, как правило, нужно что-то съесть или выпить. Просто так посидеть сложно. И многие все это переводят в алкогольные, спиртные напитки и так далее, на что на утро имеют последствия. Чай – замечательный такой вот напиток, который не дает негативных последствий и в то же время объединяет людей. То есть чай будешь пить не с каждым. Чай пьешь в хорошей компании. И на почве вот этой всей чайной моей истории вокруг меня всегда появлялись замечательные люди, которые привели меня к цигуну, которые привели меня к ушу. Это мастера. И за чашкой чая у нас родилось достаточно много проектов, которые мы сейчас успешно осуществили, в том числе и здесь, в Алмате, и в Казахстане. А что за проекты? Ну, допустим, субботние практики. Субботние практики – это каждый желающий житель, житель, да и не только житель, а гость, может прийти в субботу, позаниматься бесплатно с мастерами, обязательно попить хорошего чайку в конце, позаниматься ушу, какими-то боевыми практиками и так далее, и так далее. То есть мы объединяем мастеров, и все это обязательно завязано с чаем. Угу. И помимо этого марафон станет сильным, ну и прочее. Так, это уже третий, да? Это третий. По третий сейчас. По третий. По третий. И вот заметьте, что если бы мы пили чай из большой кружки, ну сколько бы мы выпили за раз? Две большие кружки, 400 грамм. Ну, кто-то бы 600 одолел, достаточно много. Я больше кружки точно не выпью. Да. Спрягая кружки. Таким образом, вы даже половины того, что есть в чайном листе, не вытащили из листа, не выпили. По сути, дорогой чай, а деньги на ветер. Чай имеет свойство постепенно выделять эти вещества. И если мы его завариваем правильно, вот таким образом, то каждая новая заварка – это новый слой. Новый слой веществ, которые выделяет чайный лист. Одна из самых полезных и ценных – это третья и четвертая заварка. То есть мы уже сейчас… Да, там сейчас такая концентрация. На самом-самом. Мы жадно потянулись к чашкам. Конечно, что-то должно быть. Выдыхаем аромат. Квинтессенция золота. Да, есть такое, есть такое. Очень важна эта температура воды. В чайном действии на первом месте стоит, как вы думаете, что или кто? Конечно же, человек. Человек на первом месте. Без нас не будет и чайной церемонии. На втором месте – это вода. Вода имеет вообще очень важное значение. Мы проводили исследование воды. Здесь, в Алма-Ате, в пригороде. Изучали воду, как она воздействует на чайный лист. Очень много интересного. Что самое для меня интересное – это тот древний трактат Луюя, который был написан 750 лет назад, подтвердился практически полностью современными исследованиями. То есть? О том, что не пейте чай, когда чайный лист остыл. То есть постоял чайник с чаем, чай остыл. Мы начинаем пить. В нем нет энергии, он пишет. Когда мы начали делать замеры, замеры в мини-вольтах, замеры в ОВП, действительно, пока чай горячий, он обладал очень хорошим, я сейчас точно не помню, но минусовым показателем. Это было около минус 60. То есть это очень хороший показатель. Как только чайный лист остывал, он уходил в плюсовые значения. Это уже пустой продукт. К тому же холодный чай, с точки зрения китайской и восточной медицины, он забивает каналы и меридианы. То есть вырабатывается слизь. Это не полезно. Но холодный зеленый чай, напомните, повышает давление. Повышает давление. То есть как раз блокирует все эти сосуды. Да, совершенно верно. Если летом человек хочет попить холодного чая, потому что не все любят горячий чай, его ни в коем случае нельзя заваривать кипятком. Его надо настоять около двух часов водой комнатной температуры, и потом можно охлаждать. Тогда это будет полезный напиток. Если заварили кипятком, остудили, это уже не полезно. А красный чай? Красный чай как раз вот тот, который мы сейчас пьем. Замечательный чай. Чай, снимающий с нас напряжение, эмоциональное напряжение. Ну вот мы уже такие все с Антоном сидели. Что там вообще было? Этот чай хорошо попить вечерком. На самом деле, если вы попьете утром, его не будет ни вялости, ни сонливости. Но вечером, чтобы после рабочего дня снять напряжение, это бесподобный чай. Кстати, человек, который физически устает, ему хорошо вечерком немного, только немного попить пуэра. Если он выпьет достаточно большое количество, я не думаю, что он уснет раньше 5 или 6 утра, потому что это очень хороший тонизирующий напиток. Если человек эмоционально устал, ему очень хорошо подойдет вечерком красный чай. Я его очень люблю. Я его очень люблю, и о нем могу говорить много. Почему именно красный чай ваш фаворит? Вот то состояние легкости, которое он дает, я вот за это очень ценю. Плюс он очень ароматный, яркий по вкусу. Хотя считается самыми яркими у Луны. Кстати, когда заваривают у Луны, используется совершенно другая чайная посуда. Совершенно другой ритуал приема этого чая. Там используются две чаши. Одна отдельно для вдыхания аромата, а вторая для питья. А красный чай заваривается вот таким вот образом. Провинция Юнань и провинция Фуцянь. Есть еще провинция Хубей. Ну вот две провинции, где чай делают просто красный бесподобный. Там достаточно высокие горы, хороший климат. Чай получается вкусным, полезным. Ну, нельзя забывать, что мы живем в современное время, и генная инженерия, она идет вперед, и становится все сложнее и сложнее найти хороший чай. Вот чем как раз я и занимаюсь. Изучая Китай, изучая чайные традиции, плантации, использование гербицидов и пестицидов. А чем же генная инженерия вредит чаю? Вы знаете, сам по себе чай – это настолько уникальное растение, которое изучают уже много лет, но до конца еще и не изучили. То есть постоянно находят какие-то новые вещества, новые соединения, и так далее, и так далее. Чай в даотских практиках, китайских даотских практиках, считается растением силы. И когда идет вмешательство человека, то эта сила теряется. Поэтому есть такое понятие, как живой чай. Что такое живой чай? Это растет чайное дерево или чайный куст. Упала с него семечка. Семечка, кстати, напоминает фундук очень сильно. Вырос кустик. И вот он растет. И вот он достиг своего возраста, и с него собирают листья. Вот это живой чай. Это идеальные условия. Есть чай органический. Когда идет культивация, когда используют черенкование, высадки и так далее, но не используют ни пестицидов, ни гербицидов. То есть не делают его более устойчивым к болезням за счет ДНК других растений, кредитных. Растений, в том числе и насекомых. Урожайность не повышают, с такими же методами. Вот это называется органический чай. И третий, это чай уже всякий разный, который использует вот как раз все остальные инструменты для повышения урожайности. И найти хороший чай действительно становится все сложнее и сложнее. И вот мы дошли до пуэра. Да, пуэр, и для меня это чай номер один. Надо понимать, что пуэр – это чай, который собран только в провинции Юнань. То есть в других провинциях чай не может называться пуэром. Почему? Потому что только в этой провинции растут чайные деревья. Это чайные деревья, долгожители. Самое старое дерево на сегодняшний день 2700 лет, если я не ошибаюсь. Неплохо живет. Да, огромнейшее растение, огромное дерево, его не обхватишь, с огромной корневой системой и огромной кроной. Так вот, деревья. Деревья высаживают сейчас с плантациона и, как правило, делают недорогой совершенно пуэр. С 10-ти, с 15-ти летних деревьев собирают листики, делают из него чай, продают. Он вполне доступный, но он не несет в себе вот той вот силы и той изюминки, которая вот в настоящем пуэре с деревьев, скажем так, старше 400, 500 или 600 лет. Это очень хороший будет пуэр, если деревьев за 600 лет. Как делают пуэр? Пуэр, наверное, может быть самый простой после белого чая в изготовлении своем. Собирают чайный лист, мнут его, либо пропаривают его и прессуют. И таким образом, если там хорошее сырье, он выдерживается много лет. Я думаю, что лет через 10 он становится очень вкусным. Можно пить его и раньше, можно его начинать пить уже буквально через года 2-3, он уже начинает набирать силу. То есть происходит постферментация, у него меняется определенный состав и чай дает вот этот вот самый тонус. Я пил старый чай, я пил чай, которому было 18 лет. Сейчас очень много очень много продавцов, которые говорят о том, что этому пуэру 40 лет, этому пуэру 30 лет. Просто в 50-х годах китайцы изобрели ускоренную ферментацию чая, пуэра. Как будто 30. Не надо ждать эти самые 30 лет. За счет определенной ферментации, кстати, он готовится абсолютно в естественных условиях, это большой цех, большой ангар, в который насыпается 3 тонны сырья, чайного листа, и накрывается пальмовым листом, создается определенный микроклимат, чай начинает ферментироваться. Ферментироваться, они не так интересно, внутри делают ходы-выходы, напоминающие такие муравейник. И через 45 дней пуэр примерно по вкусу и аромату напоминает старый чай, старый пуэр. Он достаточно тоже хорошо дает тонус, он по-своему очень вкусен, интересен, мне он нравится, очень многим нравится. С точки зрения здоровья, такой пуэр хорошо чистит печень, кровь и кишечник. Если пуэр собран со старых деревьев, хорошее качественное сырье, то стоимость такого пуэра достигает, ну, я думаю, где-то от 3000 долларов и выше, и причем за каждый год после 2015 года до 5000 долларов за год. Заваривать надо так же? Это идеальный способ заваривания, хотя у пуэра есть свой способ заваривания, который называется метод Луюя. Очень красивое зрелище, где происходит процесс медитации созерцания воды, закипания воды, потому что вода закипает невероятно красиво и невероятно интересно. У нее есть стадии закипания, такие как крабьи глазки, рыбьи глазки, жемчужные нити, шум ветра в соснах, и потом надо закрутить дракону хвост, это делается такая воронка, опустить пуэр, и дракон выпускает этот хвост, и это все видно. Сейчас это делается в стеклянных прозрачных чайниках, а раньше это делали все по звуку. То есть представляете, какая концентрация внимания и состояние единения с этим процессом. Так готовится пуэр в идеале. Надо еще раз засесть за чайный столик, именно посмотреть, где там драконьи глазки, какие рыбьи глазки. Крабьи рыбьи, жемчужные нити, жемчужные нити. И когда вы знаете все эти стадии, допустим, вы готовите воду для зеленого чая, там достаточно остановить на стадии рыбьих глазок. Это будет без термометра, мы точно попадаем в нужную нам температуру. Потрясающая наука. Живой организм. Ну как, Антон, я так поняла, что вы решили участвовать в пуэрном бизнесе. Да, я все, я вкладываюсь. Уходить из творчества, да, в общем-то, забивать на все, на все, на актерскую, режиссерскую деятельность, на стихи. Опять-таки, я сегодня хорошо поработала вашим литературным агентом, как обычно. Требую пуэр-премию. А теперь, видите, все бесполезно. Пуэр-премию. Нет, сначала мне пуэр-премия, пожалуйста. Пуэр-премию, хорошо. Заработаю и сразу. Тогда переходите на Дахунпау. 800 тысяч долларов за килограмм. Ну, наконец-то, хоть нормальный, единственно достойный чай. Нет, ну это покупать 800 тысяч. А кем нужно там работать, чтобы это продавать? На самом деле, он делится между правительством и коллекционерами, буквально по 20-30 грамм. Около 300 лет назад император, он поднимался в горы и остановился в Даосском монастыре, где его угостили чаем. Этот чай ему невероятно понравился. И как высшее проявление благодарности он снял свой красный халат и накрыл кусты. Это вот как бы высшая степень благодарности. Тем самым он осчастливил и чайные кусты, и Даосов, и всех остальных. И на самом деле, эти кусты сохранились по сей день. Их осталось на сегодняшний день шесть кустов. Они действительно невероятные. Тут, конечно, плата за историю. Тут плата за историю. Но Дахун Пао, он действительно необычный чай. Если он растет вот в том самом ущелье, а чем удивительно это ущелье? То есть стоят две горы. Вот в этом ущелье растет чай. Тут постоянный туман. Чай очень любит, чайный куст очень любит туман. Он питается не столь корнями, сколько влагу берет из тумана. Выходит солнце из-за горы, прогревает вот эту вот долину. Туман уходит. Чайный лист напитывается солнечной энергией. Солнце зашло за другую гору, снова туман. И вот так вот из-за дня в день. Он невероятно сильный чай. То есть когда вы пьете такой чай, вы понимаете, что перед вами раскрывается весь мир. Перед нами действительно раскрылся, Антон, целый мир не только чая, а вообще какой-то новый тонкий мир, тонкоплановый, настолько тонкоматериальный, что он уже духовный, уже очевидно духовный. Спасибо вам огромное за то, что вы оказались гостем нашей передачи «Избранный». Вы действительно избранный человек. За то, что вы нашли время нас посетить, поделиться вашим чудесным искусством. Ну как, Антон, вы уходите в чайный бизнес? Я ухожу в чайный бизнес. Я хочу такую же гору. Только далеко не уходите? Ладно, я далеко уйду. Спасибо вам. Я принимаю вас. Спасибо. Сегодня апреля. Большое спасибо вам за приглашение. Чай с хорошими людьми, он вдвойне вкуснее. Мне очень приятно. Говорят, краткость, сестра таланта. Простота не всегда сестра правильного решения. Не все в мире так просто, как нам то кажется. Мы привыкли к факту, что чай – это традиционный напиток, которым можно запить тяжелую вкусную еду, который можно выпить холодным, который можно разогреть на огне, и ничего с этого не будет. Оказывается, мы с вами глубоко заблуждались. Чайная Вселенная, чайный мир, действительно духовное воплощение высокоплановых реальностей в наше бытие, сегодня раскрыл перед нами свои только лишь некоторые тайны. Опять-таки, относитесь ко всему осознанно. Осознанно относитесь к тому, что вы едите и пьете. И тогда любой напиток, а в том числе и чайный, станет для вас не просто наслаждением, а лекарством на пути в долгую, гармоничную, счастливую жизнь. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok